Микрофос, Сайренсер и Мирана, и Вивер, Undying от LGD, что выглядит, конечно, очень страшно. Ну, Undying на второй пик, при этом в бане нет никого Лансера, который может очень быстро справляться с тамбой. То есть это же полная контра Undying почти. Ну, вы знаете, я полагаю, что этот Undying пикнут хотя бы для того, чтобы в Рейс Кинга на линии опустить, ведь чем хорош ВК? То, что на линии он, как правило, никого не боится, он может, что называется, на мужика драться с любым героем, кидать станы, доминировать, прессинговать. Но Undying, благодаря Дикею, отрезает эту возможность и, соответственно, на линии очень сильно контрит. Поэтому это контрата у самого дерзкого, ферст-пик-кошного в Рейс Кинга. И Дарквиллу добирают Минески, тоже очень классный герой, отличный субпорт. Против Вивера в последнее время неплохо работает с помощью террорайза, откуда-то из кустов Вивера цепляют, и там вот это пошел дэмэдж, пока он бежит на базу. Но нужна еще какая-то фиксация по Виверу обычно, там какой-то Кунг и заходят, Дизраптор неплохо смотрится и смотрелся всегда. Посмотрим. Пока баны. Посмотрим, посмотрим. Что ж, мы не посмотрим, мы посмотрим. Минут Троу Рейнджер. Ну, очевидно, под Вивера это хороший пик, при том, что LGD частенько очень играют с ней, поэтому да, да, этому бану, конечно же, мы говорим да. Ну, при этом еще и венги в бане нет, так что там могло все усугубиться еще после появления Дроу Рейнджер. Ну, и LGD. Пока не ясно, кого банить, но вопрос, что они задумали на мид. Как ты думаешь, Андрей? Ну, до мида еще, наверное, не дойдет. Венжи Фулл Спирит как раз-таки отправляется. Да, более такие, скажем так, широко специализированные герои, потому что мидеров-то банить под конец нужно в основном, поэтому никто не знает, никто не знает, как они банят, зачем и почему. Это отдельный комитет должен быть. Это студия аналитики называется? Ну, а да, да, вот если бы такое было, то, конечно, мы там бы разобрались. Вот. О, алхимик. Между прочим, да-да-да, как раз с алхимиком LGD тут недавно играли, да и многие команды, на самом деле, его распробуют, рассасывают. И у некоторых получается, некоторым очень нравится. Ну, герой откровенно хорош. Я думаю, с этим спорить никто не будет. Он сейчас войдет в мету, он будет first pick, first ban, мне кажется, и так далее, там подобное. Только представь, какие приятные аганимы он мог здесь раздать. Конечно. И Undying, и Weaver, это очень круто. Да дело даже не только в аганимах. Если он любому герою дает аганимы, это уже круто. Сам по себе герой крутой. За счет баунтиру, он неплохо стоит на миде, он может много делать экшн. С получением 20 уровня, вот эта вот его бомбочка, настолько много демеж наносит, то что, в принципе, это полноценная боевая единица. Это не то, чтобы какой-то такой керри-супорт, который дает аганимы. Это мощный воин. Минус тени. Ну и бог с ним. Так, ну что ж, теперь время пикать. Есть у нас Weaver Undying, потенциальный оффлейн, против Darkvill of Ries King, тоже потенциальный оффлейн. Очевидно, что сейчас добирать нужно саппорта пятой позиции для LGD. И кто бы это мог быть, это мог бы быть кто угодно. Опять же, кто им нравится, того они могут брать. Есть такое подозрение. Скуда раз-то пропала? Shadow Shaman хочу увидеть. Ну, это Phantom Lancer. Даже так. Решили они не медлить с выбором керри. Сразу показываю, да, мол, ребятам пора набирать какой-то АОЕ дэмэдж, потому что Ries King в одиночку с иллюзиями справляется очень плохо. От какого-то момента еще и с диффузами Phantom Lancer полная контра. А, возможно, они перепугались, что Минэски сами отберут? Может быть, может быть. Кто же знает. Интересно очень, ведь очень интересно. Итак, это CM-очка. CM-очка. Ну, опять же, вот такой стандартный, хорошая пятая позиция. Есть Аура. Всегда, всегда она будет полезна, как ни крути. И плохо ли она стоит на линии, хорошо ли она всегда будет бустить мидеры и другую линию. Так что, хороший, стабильный герой. Знаешь, что мне нравится сейчас для Минэски? Что? Шторм Спирит. Шторм Спирит. Да, ни одной фиксации пока нет. Вообще ни одного стана. Он настолько фривольно будет себя чувствовать на линии, что по игре. Вы знаете, да, это правда. Особенно если ему сделать спейс вначале, то как он может накидываться на вивра того же и постоянно его гангать, убивать. Не давать даже где-то покоя с Phantom Lancer. Опять же, да, заставить его рашить манту. Виктор, вы знаете, мне кажется, достаточно неплохое предположение. Здорово. Да, да. Долго, я думаю. Я бы согласился. Плюс CM-ка есть. Да, да, да. В потенциале тоже дает ауру. Фарм лесов подкларить и CM-очка. Да, да, да. Это очень бодро. Хорошо. В целом, единственная проблема, потому что будет проседание на какой-то из линий, из-за вивера, он дайанга, из-за сильной линии. Но, в принципе, в Рейс Кинг где-то может своим могучим телом сдерживать давление. Так что пространство на карте по фарме будет у Шторм Спирита. Ну, вы знаете, здорово. Здорово, здорово. Появляется тускар. Но это все равно не то. Сноубол это очень медленно. Шарды вообще бесполезно. А панч не работает, пока ты не доберешься. Так что по-прежнему Шторм Спирит мне говорит да. И я говорю ему да. Вот как раз идеальное время, мне кажется, чтобы его пикать. Но единственная проблема, смотрите, Виктор, в чем проблема? То, что право последнего пика за LGT. Да, в любом случае. Поэтому нет смысла таить сейчас этого Шторм Спирита. Можно пикнуть его сейчас. В этом плане действительно так оно и есть. Но, опять же, есть огромный риск, что будет просто пикнуть герой, который один на один законтрит очень сильно Шторм Спирита. И в таком случае, конечно же, вся вот эта вот стратегия... Помни всех легендарных сумаилов, которые уходили с линии 0-5 и после этого возвращались и делали игру. Ну, это правда. С этим спорить я не буду. Поэтому можно чуть-чуть проиграть центральную линию. Ты хочешь? Я хочу. Тогда пикаем. Вот были бы мы в команде, спросил бы, Вить, уверен? Я бы сказал да. Пикаем вообще без проблем, без вопросов. Именно поэтому я сижу здесь, соответственно говоря, а не вот там. Но, что ж, эта история другая. Можно написать книгу. Почему я сижу здесь, а не там? Название тоже такое интересненькое. Так, ну и что ж, будет ли это все-таки Шторм? Нет, это Пангальер. Это не Шторм. Но вообще Шторм, мне кажется... Тоже фиксации нет по Пангальеру. Наглеет, катается, стреляет. А Пангальер, он хорош, он против Ланцера, хорош против Фондаинга, в общем-то, против Тусика. Ну вот забанят же сейчас Шторм Спирит, Андрей. И будут неправы. Вот, честно говоря, забанят его и будут, ну, это самое, козявками. Сильное оскорбление, Андрей. Я что-то разошелся сегодня. Разошелся, да. Ты сегодня агрессивен, не на шутку. Где-то в детском садике тебе бы за это, конечно. Конечно, возможно, в углу бы стоял уже не один день. Так, ну что, 44 секунды на то, чтобы придумать бан для LGD. Хотя, ты знаешь, вот вообще недавно с Ноу Ваном мы общались, ну, разумеется, мы встретились с ним в лифте, общались по поводу героев некоторых в МИД. И он говорил то, что, в общем-то, в общем-то, вот этот Шторм Спирит, это почти что идеальный вариант, потому что он почти с любым героем нормально стоит, и по игре имба. Вот, это практически его цитата. Ну и вот что, что получается? Конечно же бан. Да, да. А вот ты думаешь, они бы забанили Пангольера, если бы сейчас взяли Шторман? Вы знаете, вы знаете, вот абсолютно серьезно, вы были правы, вы, если бы взяли Шторм Спирит вместо Пангольера, будучи Минески. Поэтому, вот так вот, мне нечего сказать, мне нечего добавить, ты был бы прав. И вот ведь за эту ошибку можно будет потом поплатиться. Да. Очень сильно. Это правда. Ладно, бан от Минески. Что убрать? Убрать надо какого-то сильного мидера, я так подозреваю. Одного-то уже убрали. Ха. Теперь. Ну, нужно предположить, что ты хочешь взять сейчас с 21 пиком на мид и, соответственно, убрать анти-пик. То есть, предположим, если ты хочешь взять, скажем, Квапу. Не хочу. Не хочешь, да? Совсем не хочу. Лучше уже какую-то Лину. Видите, у нас 12 секунд. Лину, окей, тогда если ты Лину берешь, то надо убрать кого? Ну, какую-нибудь Темпларочку тогда. Значит, Темпларку бан. Ну, это минус Хускар. Может быть, Пуну какой-то? Пуну. Ну, кто-то Лину уже сказал. Это Тинкер. Это Тинкер. Это Тинкер. Тинкер. Неплохо. Неплохо. Через Аганимчик можно будет нормально так высорвать. В теории, конечно, опять же, да, Тинкер тоже любит играть в доту, когда нету контроля особо на него. Но, я не знаю, мне кажется, здесь будет очень сложновато с Phantom Lancer разобраться, потому что при достижении 25 уровня опять меня в лейт тянет. Ну, и так, знаешь, картину, вот смотри, вот максимум, к чему может прийти игра, то, что на 25 уровне уже Phantom Lancer, вот это с кулдауном минус 7 секунд, кулдаун до Пельгангера и Вивер, который купит себе Аганим. Это будет практически ультимативная способность. А вот это круто, кстати, против Тинкера. Очень даже круто. Добраться до Нимбуса. Да. И можно ловить. Можно ловить. Да, Тинкера своим Нимбусом и все. И можно убивать. Возможно, именно поэтому не очень часто берут Тинкера нынче. Вроде герой хороший, на линии крепкий, сильный, против многих стоит, но он крайне уязвим к таким героям. Каким героям, как Зевс, Спектра, где-то Шторм Спирит. Вот, но посмотрим, посмотрим. Здесь, опять же, все очень сильно зависит от опыта Тинкера самого. Стандартный вопрос. Предпочтение по драфту. Предпочтение по драфту. После пика Зевса я понимаю, что это победа для LGD. Безоговорочная? Оговорочная, конечно. Есть Панга-Панга-Пангольер. Есть вроде как Тинкер, который, если затянет игру и с Хексом там сделают пару удачных пикопов, могут выглядеть. Но, я думаю, порядка 78% на победу у LGD здесь и около 22, соответственно, у Минески. Разумеется, говорю, это основывается ни на чем, как обычно. Спасибо. Так, запишем, как всегда, качественный анализ. Спасибо большое. Я стараюсь выдавать только самые качественные. Не знаю, я, наверное, тоже отдам предпочтение LGD. Не уверен, что Тинкер здесь сможет хорошо постоять. При любом смещении Тускара дэмэдж будет хватать, чтобы с ним разобраться. Нужны сейв-телепорты. А кто здесь нормально засейвит? Ну вот кто? Кристал Мейден? Колбы? Не более. Мереск? К тому же колбы, сэмок сейчас вообще нету. Да. На четвертом только, дай бог, возьмет. Вот именно. И получается, какой сейв? Хороший сноубол из смока, шарды отрезали, там верхняя, буквально пару костов, и Тинкер погибает. В общем, если LGD будут двигаться по карте, а вроде ребята играют, которые умеют двигаться по карте, тот же FY замечательно играет на таких героях, могут задушить Тинкера. И к снову все типуют. Кстати, я буду сейчас смотреть в начале от его плеер с перспективы, потому что, в общем-то, интересно посмотреть, что он будет делать на линии. В скобочках просто кидать дикей его врагов и бить с руки, бегать, кидать дикей. У него очень мало манга в стартовом закупе, он взял только одно всего лишь, задонатил тиммейтам Танге, и кажется, он, в общем-то, является пятой позицией. Но, тем не менее, думаю, для того, чтобы выиграть лайн для его керри, этого достаточно. На то количество денег. Ну что, стычки за баунти руну. Ice Ice Ice. С тремя манга. Если не ошибаюсь, там на ЦМке вообще четыре манга. Там хорошо так подготовился нюкать нинжа буги. Ух. Да, да, готов. Действительно. Но этого не хватит, чтобы пробить эндайинга. Я думаю, точно не хватит. Муши. Ого. Видал? Это... И такое может? Видал? Жесть. Ты шо? Вот это мутит. Какой ожог. Станчик. Успел попасть. Муши забирает баунти руну. В итоге Минески довольствуются тремя рунами. А вот LGD достается только одна. Вот они пошли. Пошли дикейчики. Разминка идет. Господина Пангольера. Так, ну что, противостояние на центральной линии. Зевс, Тинкер. Тинкер особо лазером не должен бы мешать Зевсу. Он может магией ласт хитить крипов. Аккуратненько. Да, так и будет делать здесь мэйби. Сону, кстати, в отличие от многих Зевсов, которые играют в паблике через много эрегенов каких-то. Взялся просто нуль талисманы. Будет, опять же, и бласт хитить и магиями, и рукопашным боем. Уже Апс. Получил он много урона здесь. Были бы Жуки, кстати. Жаб здесь рисковал и погибнуть. Жучков пока нет. Слишком силен у Вивера Шукучи на первом уровне, чтобы брать Жучков. Это понятно, понятно. Без вариантов, потому что на первом уровне надо брать Шукучи. Сто урона. Сто урона за шестьдесят маны. Где это видно вообще? Так, ну, Уандайна там, да, игра интересная. Очень просто гоняет Пангольера. В принципе, фрифарм обеспечивает. Ну, как много дема же они тут накидали F5 вместе с Чалисом. Тут Шарды, Шикучи, Шарды, Шикучи. Ну да, сильная, сильная линия. Опять же, вот им бы еще ауру ЦМ. Так, смотри, какой хороший, хороший очень глиф. Но нет, это, видимо, меня не поражали. Не хотели давить глубже. Не Сибусе, как говорится. Что-то похожее на Неубегу. Ну и в миде Сом, ой, 8-9-2 против 9-1. У них равное противостояние. Опять же, тут, вот, не знаю, лично я за Мэйби спокоен. Особо нету каких-то инициаторов, которые смогут напрыгивать на него и убивать. По игре. Поэтому, в целом, я думаю, он спокойненько выформит нужный артефакт. И спокойненько будет своим нимбусом искать тингером. Ого, какая разминочка по Аме прошла. Ноа плюс Пангольер. Очень мало здоровья остается здесь у Аме. Да, но тут, опять же, должен появиться Хилрон. Липоз, но Икснова, он еще будет подхиливать своего друга. Поэтому очень полезный лейн-саппорт. Отгоняет ЦМку. Ты посмотри, как он идет просто и бьет ей в лицо. Да, это очень полезный лейн-саппорт. Посмотри просто на него, как же он хорош. Как же он хорош, при том, что он просто нажимает правый кем. У него, конечно, есть 8 стиков и манга. Какой-то кларить и постоять чуть за спиной, отрегениться, вернуться и продолжать. Это важно. 900, если бы маны было бы этого героя. Нормально было бы? Было бы хорошо. Да, было бы хорошо. Но, наверное, чуть нечестно. Немного. Так, Челис, Челикс. Тут у нас в оффлейне драчка. 10-1 Вивер, 8-0 в Рейс Кинг. Не дофармливает один и другой герой. Исходя из этого, можно сказать, что LGD уже преимущество. Как минимум за счет линий. Да. Шарды. Ай, жабс. По ту сторону шардов остается. Если бы получилось затащить его, тут же пошли бы жучки. Аккуратничай, Челикс. Боится забегать. Все-таки сейчас... Ой, Сноуболл спрятался. Пытался завидеть стан Муши, но Муши обманул. Муши тот еще обманщик. Такой, да, Джукер. Джукер этот Муши. Старый Джукер. Да-да-да, это он. Так, Ами. Денает. Ласт хитит. Все замечательно у него на линии. Выполняет свою задачу и снова зонит Айс Айс Айса. Дает возможность пофармить Лансеру. Все здорово пока. Ну, прыгнул. Сейчас можно ДиКей какую-то накинуть ему. Ну, вот так и происходит. Станчик. Есть руты. Схватили Вивера. Надо убегать. Убегает, получает много дэмэджа. Он, кстати, сейчас может и поднимать. Смотри, если есть вижен, то можно убить. Ать, спрятался. Ну, и все так просто. Ну, я почти уверен, что были еще и стики. Да, 10 стиков у нас было у Вивера. Поэтому он в любом случае бы не склеил лапки там. Но, тем не менее, хорошая попытка, хорошая. Тем временем, господин Сомнус прилетает F.Y. Обузит ему банку не очень удачно. Отпил там сверху неполный принес. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Ой, 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 ой. А вот они и шарды, и сноубол. То, о чем я рассказывал, это может быть смерть. Это может быть, это должна быть смерть. Но нет, не хватает немного маны. Это смерть. Это смерть. Это невероятно. Это просто что-то. Все, бэ, 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 бэ. Ну, ты видел, это было сильно. Это было сильно. Не хватило буквально чуть-чуть. Это ферстблат для тинкера, который фактически много очень решает. Очень много ресурсов также потратил. Зевс. Тинкер сейчас просто отпивается шрайном. Надо было, наверное, подождать шестого уровня Зевса, и тогда это был бы гарантированный фраг. Я думаю, что надо было, наверное, просто попасть в шардами. В тинкера, в первую очередь, это не решило. Да, это тоже важная часть ганга, но вот шестой на Зевсе нивелирует эту проблему. То есть, даже если ты не попал в шардами, он нажимает эту кнопочку, бам, и как бы фраг готов. Плюс-минус, да. Но это много мана требует очень. В общем, ошибка Тускара здесь. Записываем ему. Джабс под минус армором. Чалес, да. Вот он, ультимейт Зевса. Справились кое-как, но потеряли при этом Тускара. Вот ты знаешь, эти криты в Рейс Кинга... Вот сейчас давай критани еще, а? Может, сейчас кританешь? Нет? Спасибо тебе большое. Просто в чем прикол? Качаются на один вначале. Ну, он, конечно же, не уйдет. Я продолжу тут рассказ. Ой, Нинджабуги, куда же ты забежал, дружище? Нет, там пока джабуги-минейт атак. Надо разойтись в сторонке. Девять стиков есть Тускара. Чалес готов побежать дальше. Бежит. Нинджабуги-новый его отогнал. Еще будет ли тычка. Шардами отрезает подход к своему виверу. Жуки пошли. Паузу ставится от Кристал Мейден. Кале. Ну так вот, пока немного попробую рассказать про криты. Дело в том, что это самый имбовый, наверное, крит в доте на первом уровне. У него 9% шанс срабатывания, но дэмэдж константный на каждом уровне. 300% урона. То есть, вот, казалось бы, вначале тебе повезло, ты дал крит, 1 крит, и все. И все. Герои расклеиваются. А если ты дал 2 крита подряд, то это вообще здрасте. Это еще хуже и неприятнее, чем стан Баратрума, тот самый знаменитый 17%. Вот, у меня по этому поводу все. Я дальше включаю себе господина Мейби. Буду смотреть. У меня почти уже есть арканы. С арканами, конечно, у него уже и фарм пойдет, и по игре он будет более полезен для своей команды. И будет, скажем так, больше возможности где-то помочь сделать что-то. Ну, если посмотреть по глобальной ситуации на карте, Тинкер, топ-1 по Нетворцу, понятное дело, за счет ФБМ. Дальше идет Зевс, который прекрасно чувствовался на карте. Фантом Ланцер, 2 500, 2 300 у Рейскинга. При том, что он прямо сейчас погиб. Да, но, честно говоря, когда есть Тинкер в игре, не похоже, что игра быстро закончится. Но ведь понятно, что он будет дефать до последнего своей товара. А мы никуда не торопимся. И я думаю, Фантом Ланцер тоже никуда не торопится. Сейчас Тинкер присоберет себе какой-нибудь аганимчик, значит. Потом еще чего прикольненького. И будет у нас защита древних. Такая долгая, хорошая, качественная... Кстати говоря, я вот вспомнил, с кем я комментирую. И что вы? Нет, 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 нет. Что такое Андрей? Я никогда еще не комментирую игры дольше 90 даже минут. Ладно, 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 ладно. Смотри, 90 минут это что? Это ничего, это разминка. Это разминка, я понимаю, я понимаю, мэтр. Ладно, я надеюсь, что это просто стереотипы. Конечно, стереотипы. Всего-то топ-4 самых длинных игр принадлежат мне. Это все стереотипы, Андрей. И то, что мы сейчас с паузы сидим смотрим. Это не идет в счетчик, Андрей. Не идет. Ну ладно, хорошо. Только то, что вот там посередине между пиками учитывается. Ну ладно, ну ладно, ну ладно, ладненько, ладненько. Андрей, сегодня не так много игр. С учетом, конечно, переигровок может быть много, но... Да, сегодня же может быть такое, что в группе B будет переигровка из шести команд. Поэтому там кто знает, кто знает. Посмотрим, посмотрим. Но, разумеется, чем больше доты, тем лучше и краше этот праздник. Этот праздник доты. Еще бы не было параллельных стримов. А были только вот мы с тобой. Ну и потом еще кто-то и еще кто-то. Но по очереди, по очереди. Потому что приходится разрываться, выбирать, смотреть там или тут. Ну да, конечно, много матчей получается не посмотреть. Но все равно, на самом деле, так, стараюсь посматривать, что в метке, что кто пикает и так далее. Только вот единственное, я не особо следил за ЕГЭ и за РГСторм. В общем, за Резолем, соответственно. У них там тоже все очень хорошо. Но я думаю, учитывая, опять же, их ситуацию в группе, увидимся. Увидимся с ними. Обязательно. Вот, поэтому особо не переживаю по этому поводу. Так, ну какие-то проблемы там с TeamSpeak, но я вижу то, что вылетел Tinker. Не знаю, в чем причина. Но у нас есть профессиональные техники, которые сейчас, я думаю, активно решают эту проблему. Разумеется, разумеется. Давай представим, как будет развиваться игра, Андрей. Так, ну давай. Вот, для начала вернулся Tinker. Это уже неплохо. Это значит, что она будет продолжаться 5 на 5. Да, это из хороших новостей, соответственно. Ну, ладно, давай. Все, игра уже продолжается. Я бы мог просто... Ну, просто так неинтересно. Мы же комментаторы, должны комментировать. Я могу тебе рассказать, как, в принципе, игра будет проходить от и до. До моментов, до ситуации, кто на каких хп уйдет. Ну, это спойлер, Андрей. Мы такое не любим. Прекрати. Я больше люблю просто комментировать, сам понимаешь. Да. Это и попроще будет. Просто смотри на экран и говори то, что произошло. Да, 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 да. Я так не хочу. Так, ну что, есть арканчики. Втроем сместились на верхнюю линию. Зевс не хочет тратить время и вернется на центр, я думаю. Амин. Фармить как может. Ничто ему не мешает. Купил себе два врейсбенда. Дальше ПТшечка. Такой статовый вариант ланцера получается. Ну, акрилку неплохо было бы заиметь, мне кажется. Ланцер, он все-таки манозависимый герой. Кстати, он, видимо, ты ее, наверное... Хотя, подожди. Возможно, учитывая два врейсбенда, он не будет делать такие вот. Не знаю. Так, с выходом... Ой-ой-ой, тамба. Икс снова идет душить. Еще будет дикей. Зомби. Отстрелить. И Мун снова выживает. А теперь нужно как-то защищать тамбу. Потому что тамба дорогого стоит. 150 в копилку в жапсу. И достаточно простой Динаи здесь был. Но, тем не менее, отдает он его. Ну, как тыкс снова здесь... Мне кажется, заслужил этот тип от врагов в этой ситуации. Ну, 150 голды. Ну, серьезно. Это же очень много. Да. Особенно для кого-то саппорта. Это 10% золота, которое мы появились за... И очень какой-то интересный маршрут он выбрал. Так, хилится. Но летят одни ракетки, летит пушечка. Выживет. Выживет. Все в порядке. Опять Мун уходит на каких-то краполях. Совсем мало хитпоинтов у него оставалось. Не было никакой помощи. Так, зацепили нинжебуги. Ну, ладно. Здесь ЦМ-ки не скрыться. Два таких титана на тебя нападают. У господина Чалиса все достаточно неплохо. В принципе, они там грамотно отстояли топовую линию. На нижней линии покушение на Айсайсайса. Но он жив цел орел. Немного не докачался в Рейс Кинг. Немного не докачался в Вивер. Но, в общем-то, все было именно так, как должно быть. Поэтому нормали, нормали. Скоро появится таймлапс. Шарды. Опять не попадает. Но выбивает рейндропы. Это тоже полезно. Смещение от Зевса на верхнюю линию. Убить мы пока нет реинкарнации. Пошел стан. Тут же фейка. Джабс. Это ужасно просто то, что погибает здесь Зевс. Муша получает шестой уровень. Ставится здесь Тамба. Но просто кастует Паут. А сбить-то его действительно нечем. Круто. Сыгрено пока. LGD ошибаются. Причем довольно много. Да, конечно, Зевс это не тот герой, который хочет умирать. Ему, по сути, нужно просто фармить. Ему даже не обязательно принимать много участия в драках. Ему нужно нафармить свой Аганим. Юл. Ну, да, Юл в целом тоже не был. В общем, все эти артефакты, чтобы ему и жить, и при этом нажимать на свои магии. В таком случае этот герой будет просто космически сильным. Так, ну что, Ювер начинает давить топ. Возвращается Муша пешком. Умун здесь есть стаки. Доторвалов остается чуть-чуть, и он сейчас это чуть-чуть дофармит здесь. Все хорошо. Взятый уровень к десятой минуте. Это очень круто. Выфармливает тинкер. Сейчас еще баунти руны появятся через 5 секунд. Ну и первая книжка. Джабс. Чалес. Получается там очень много урона по веру. Успеете, да, таймлапс. Да, нажимают все магии. Можно на контратаке выступать. Тут что-то сделать. Сноу-бол. Есть ноу-бол. Врываются в рейсинг. Муша должен гибать. И вот втроем уже душат Муш. И здесь есть АСС. Он очень-очень отлично распрыгивается и дает свои прекрасные-прекрасные станы. Была у этого Муша, как оказалось. И это, кстати, очень, получается, неприятный размен. Хотя пятая и четвертая позиция погибли. И вроде бы не так плохо. Вроде как Зевс подошел, поучаствовал. Получил самую малость экспириенсов, потому что он даже не десятый еще, а у Тинкера все хорошо. Для Тинкера сейчас принять участие в таком файте ничего не стоит. У него есть травела. Поэтому он может помогать тиммейтам на разных линиях. Это, несомненно, большой бонус этого героя. Да. Это важно еще, на самом деле, сколько импакта сейчас от него будет. Потому что есть два вида Тинкеров. Есть Тинкер, который покупает травела и продолжает фармить. А есть Тинкер, который начинает прилетать на какие-то ракетки где-то, где-то подпушивать, где-то доминировать и так далее. Вот такой Тинкер. Много урона, пошли жуки, спрятал сноубол, подтягивает сюда Зевсу. Муша уже нет, реинкарнации жуки на нем висят, начинают его разминать. Вижен по нему имеется, Муша пытается убежать. Живет Муша, жука с него сбили, но вот и Мун здесь с ракетками как раз. Опять ФА может погибнуть. Джабс много урона, Мун, шард. И опять по ту сторону шардов. А вот и Айс 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 въехал, но тут просто прокатился, собственно, на своем байке и уехал по Тавар. Очень опять не повезло здесь на Стусику, то, что не закрыл Тинкера. 12 уровня, такой сочный фраг. И так он ушел. 6200 нитворса, топ-1 на карте. И вот такие вот моменты. Ну да, есть определенная удача вот такая вот в коде, знаете ли. Везет сильнейшим, Андрей. Разумеется. У нас стычка на баунтируне, да, так и происходит. А, это не повтор. Я просто где-то это видео уже. Муша, зажатый в шардах, с реинкарнацией. Подлетает сюда Мун. Это реплей. Извиняюсь. Точно? Да, да, да. О, господи, я повторил ошибку Вилата. Как-то раз он просто начал хайпить и комментировать реплей повторно. Слыхал, слыхал моменты, когда Вилат начинал хайпить. Вилат и хайп это синоним. Смотри, Phantom Lancer, да, он не делает такие, он сделал себе два врейсбэнда и худ. Вот такой вот выбор. Казалось бы, знаешь, ничего, как бы, ну, как сделал, так сделал. Но, если провести глубокий анализ, то я уверен, АМИ за каждый стат, за каждую ловкость борется. Соотношение цена-качество, так и тому подобное. Поэтому, да. Думайте, прежде чем покупать. Ну, это совет вообще на жизни, мне кажется. Это правда, да. Минджи-буги зацепили. Пошло копье. Ну, мне кажется, АМИ не сможет здесь добить. Покатился Ай-Сай-Сай. Сквайт здесь контроля или нет. Вот он толкается, он держит в контроле очень долго Phantom Lancer, но тиммейтов много рядом. Очень много рядом тиммейтов. И Ай-Сай-Сай сейчас может отсюда еще и не уйти. Будет ли верхняя? Да, дабл килл от Мэйби. Заигрались. Потеряли здесь трех героев. Печальная ситуация. Забрали, конечно, зомби, но слишком много денег здесь заработали LGD. А Phantom Lancer жив. 18 тиков еще было, так что ничего ему и не грозило. Так, ну и что ж. Тут, наверное, самое главное, как будет игра проходить уже дальше у Муна. Хотя, да не то чтобы. Еще очень интересно посмотреть за Собносом, который, кстати говоря, сразу после Юла начал делать себе Аганим. Ну, оно и, разумеется, верно на все 100% издалека сможет цеплять Тинкера. Если, опять же, пару раз получится удачно его убить, то и игра быстро достаточно закончится. Потому что весь, ну не весь, но большинство нетворца команды Минески принадлежат Тинкеру. В рейс Кингу и Пангольеру в таких условиях очень сложно будет как-то отфармливаться. Потому что Тинки, как правило, очень часто отпушивает и очень много забирает фарма на карте. Ice Ice Ice. Сбивают ему крутилочку и, кажется, он просто-напросто погибает. Очень-очень плохо. У него есть дайгер, это здорово, но умирать сейчас не стоит. Умирать, да, умирать не здорово. Я думаю... Джабс. Мэйби рядом. Можно повесить жуков. Жуки пошли. Кастуется Террорайз. Верхняя заезжает. Фири находится. Неужто погибнет здесь Фивер? Чалис успевает поражать таймлапс. Это означает, что и Нинджи Буги отсюда не уйдет. Тинкер пытается помочь как тиммейту. Джиммейт атак залетают. Зомби бегут. И снова делает даблкил. В общем, похоже, что LGD уже не собираются отпускать эту игру. Только по воле Тинкера, наверное, не мог это сделать. Но он сейчас фармит себе линзу. Дальше, вероятно, это будет какой-то аганим. Потому что против Фантом-Ланцера именно этот артефакт ты хочешь видеть первым. Вот. Ну и сами LGD никуда не торопятся, конечно же, в этой игре. Так вот, куда торопиться? У тебя фармит Зевс. До аганимчика можно никуда не дрыгаться. Есть Вивер, есть Фантом-Ланцер. Да. Хорошая тройка героев, скажем так. Да, вот нам показывают, что Дайер почти на полторы тысячи золота больше с баунтерон вынесли. Ну, это пока. Сейчас, в общем-то, мне кажется, это может скоро закончиться. Подозреваю, что LGD скоро карту-то отвоюет. Смотри, аквилу муши. С работягами, ты посмотри, как он быстро демонтирует. Блейдмейл почти. Работяги демонтируют вора невероятно быстро. У них еще такой атакпоинт, что любая аура скорости атаки очень сильно их бустит. Вот, поэтому демонтаж у них прям знатный. Так, ну что, нам уже никто покушаться не будет, я думаю. Амида фармливает диффуза. Чалис пришел пофармить крипчиков. Здесь много крипов подходит под Т2. Надо их забирать. И еще один пак идет, так что... Золото лучше не пропадать. До сих снова бегает этот работяг. Да, но с ними тягаться не хочется. Хочет полностью он же принести диффуза Блейд. Тогда вот, конечно, драка была бы очень... Очень выгодно для ЛЖД. 9 тысяч голды уже у Тинкера. И 8 тысяч у Мэйби. Кстати говоря, полтора тысячи. Полторы тысячи до Аганима. Надо бы пофармить. Сейчас прям уделить, я не знаю, 2-3 минуты фарма. Получить диффуза, получить Аганим и уже с этим идти драться. Есть entry ward, ice ice ice. Бангалеры, кстати, не так много. Ой-ой-ой, зацепили. Лучше таймлап сразу, да. Не тянуть, улететь, не ждать продолжения банкета. Ну да, этот пангалер, никогда не знаешь, на сколько он тебя застанет. Он же может на 40 секунд тебя продержать просто-напросто в дизейбле. Чалис, под Кларити. Аквилы есть, рейндропы есть. Хороший манно-реггинг. Так, сбили. Жуков бы повесить. Уталетит Тинкер. Надо бы Крипчика убить, кстати. Нет, не полетел Тинкер до конца. Кучи фармит Чалис. Продвинатый уровень. Можно отпиться на Шрайне. Получал немножко. Отпевает Шрайн. Ой, вот этот Манаберн, конечно, это жуть. Да, очень неприятная штука. Ну и с другой стороны, талант левый на опыт тоже прекрасный. Тоже круто смотрится, да. А если есть талант на Манаберн и Диффуза, это вообще жесть. Это вообще жесть. На Вивере по 70 маны съедается за удар. Там Курьера сбили. Лишние денежки для Зевса. Приближают его к Аганиму. Фармитамами уже перешел на Эншентов. Ну, а как говорится, лишние денежки не лишние. И уже 4000 преимущества у нас есть у LGD. И вот опять же, ну я не совсем понимаю идею победы в Доту с Тинкером. Наверное, это все-таки Хекс, в первую очередь. Хекс и грамотные ганги. Позволяют... Ой, 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 вот Эншард, пошел Сноубол, но он не докатывается здесь. Он успевает уходить отсюда с Даггера, и не получилось. Если бы он зацепил его Сноубол, он туда поставил, скорее всего. Нимбус уже есть или нет? Нет, Нимбуса нет еще в этом дело. Так-то с Нимбусом все. С Нимбусом Мутинкера уже не будет возможности такое вот делать. Полагаю, что уровня макроигры LGD хватит, чтобы... Не то, чтобы я их принижаю как-то, но, опять же, просто много не нужно. Их уровня хватит, чтобы пару раз поймать где-то Тинкера и закончить игру. Есть скромное предположение, что примерно такой... Ой, Новый год. Ай-яй-яй, не дотел... Что это за комбинушка? F.I. убегает, тычки с руки явно не хватает. Летит сюда Тинкер, но Вижна уже не будет. Продолжает преследовать Чалис. Приходится делать таймлапс, ракетка пошла. А в корни он не попадает и просто убегает. Но вот этот, ты видел, как он переехал Тускара, когда тот пытался замахнуться рукой и сбить Новый год Кристал Мейден? Это вот защита, защита. Так, что у нас у Сомнуса там? Кажется, Аганим к нему летит. 16 уровень у него есть. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, появляется Аганим, появляется Нимбус, и это может стать проблемой для Тинкера. Да и не только Тинкера, кстати. Ну, разумеется. Тот же в Рейс Кинг, например, не так, чтобы плохо относиться. Семочка, если Айс Айс Айсу не дать укатиться как-то. Вот, кстати, между прочим, Айс Айс Айсу порой будет очень сложно тоже против этого играть, потому что он любит издалека нажимать свой ульт, врываться. А если Зевс возьмет еще себе на 20 уровне талант на мини-стан, он может сначала Гэшечкой подстанеть, потом с Нимбуса подстанеть, и вот уже тайминги потеряны, не врывается Пангалер как следует. Вот, поэтому, в принципе, да, потенциала много очень у него этого Нимбуса. Хорошая магия. Тайс Айс Айс, может быть, вкатиться сейчас даже? Нет. Не хочет Эфмай. Говорит, пофармлю пока. Скоро Даггер. С Даггером будет попроще. Подходит Айс Айс Айс. Нагло играет за счет Даггера. Ну вот Чалис. Пошли Жуки. Нимбус. Ну вот та самая ситуация. Правда, он здесь ухотился. Арморчик подгрызается. Чалис не может его догнать. Кастуется ТП. Не добить. Явно не добить. Но Джаб здесь погибнет. Вот это вот вообще нездоровая какая-то штука. То, что может господин Пангольер телепорт делать в шарике. Ну как так? Ну как же так, Вить? Это ведь... Ну, не знаю. Ну, я без комментариев оставлю это, пожалуй. Но я не знаю. Это прям жесть. Ну он же и вьюл себя поднимает в шарике. И при этом станы раздается воздух. Как тебе? Кстати, обрати внимание, как мало голды от киллов у Минески. Киллов не так много. Они очень пассивно играют в этом дело. Очень пассивно. Тинкер. Как они будут играть агрессивно? Они ждут потом выформить свой аганим. И тут будут присоединяться к каким-то файтам. А теперь ему надо еще какую-то защиту заиметь против Зевса. Потому что в файт прилетаешь, получаешь наглого Нимбусы. Вроде как конечные уже. Так что... О, кстати, обрати внимание. Аня, чилист таки доделал себе Diffusial Blade. Да. И сейчас вот в Race King до 20 уровня он не переродится. Я почти что уверен в этом. Скорее всего так и будет. Да. Вероятно, да. Муша. А Муша пока только 12 уровня. До 20-го это еще очень-очень долго. Есть в рейф? Нимбус. Ну, вот так примерно это происходить и будет зачастую. Ну, сейчас еще понадобилось верхнее, чтобы его... Это еще Зевс с Аркан Руны был, между прочим. Это очень большая разница. Можно идти ломать и этот тавер. Можно еще идти и следующий, попробовать грызть. Опять же, если не заметят это, то подумают, что пульт Зевса и Нимбус появится не так скоро. И, возможно, за счет этого где-то подловят Тинкера. Забежал. Лучше сделать таймлапс. Прямо сейчас получает фир. Начинает бежать. Нет. Не убежать отсюда. Нимбус уже готов. Нинджа Буги погибает. Кастается там Ай-Сай-Сай. Зевса-то убили. Не будет Нимбуса. Заигрались. Хороший вардинг. В итоге получилось подловить Вивера, но он что-то затянул-то. Мог сразу нажать таймлапс, вернуться к тиммейтам и жить. В итоге минус 3 на одну Кристалл Мейден. Ну да, заигрались, заигрались. Бывает. Так, ну что, Тинкер. По-прежнему первая строчка по Нетворцу. Мы не видим пока Лансера. Он Тараску решил выформить после Шадоу Блейда. Есть телепорт. Может спокойно улететь на ботом и продолжить фарм там. Вот он и летит как раз таки на шрайн. Да, Аганим есть. Дальше Блэкинг Барр собирает. Ну ничего удивительного нет. Ну вот, смотри. Вивер забегает, получает рассказ, что он понимает, что его видит. Решил повесить каких-то жуков и за это получил террорайз. Ну а здесь Мейби просто съели. Миллиард зомби что-то бегает. Да, неудобненько получилось, конечно, подфиживать Тинкера в этой ситуации не самое хорошее. Минус айс, 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 айс. Он, кстати, без байбэка. Он делал его в предыдущем файте. 50 секунд его не будет. 15 уровень. Виверу, да, хочется получить заветную талантную выживаемость. Жапс. Жапс. Есть корни. Пошли жуки. Хватает демеджа, чтобы разобраться с Вивером. Ну и так же погибает еще и зомби. Подтягивает Слазевс. Инициация на Мейби. Может закончиться плохо, но... Догрызли. Феечку Мейби отбегает. Ну и вот этот Тинкер, опять же, он будет... Как же он будет продлять эту игру? У него уже есть аганим, у него уже есть линзы. И, в общем-то, это то самое, что контрить будет очень долго господина Ами. Ами сейчас нужно фармить 25 уровень. Ему не то, чтобы даже важно какие-то артефакты конкретные делать, а именно 25 уровень. В Шадоу Блэде тоже пытается бегать, искать Тинкера, но не так-то это просто. Ну, в общем, ждем, смотрим, надеемся и верим. Сейчас ключевой персонаж у нас, конечно же, это Фантом Лансер. Смотрим, как он качается, наслаждаемся. Ну, сейчас появится Тараска, я думаю, он пойдет в какую-то атаку все-таки. Тараска и можно осаждать, хотя против Тинкера это очень сложно. Тинкер на Фонтане, просто с диким спамом. Тараска это здорово, конечно, но все равно не то. Айс, айс, айс. Чинк хочет купить себе Ю лишний под сейф какой-то. Опять же, в ультимейте поднимаешь себя прямо над целью, и цель получает стан. Да, есть такая штука, но по идее против Фантом Лансера неплохо так сделать. Если его хотя бы на два раза подбросить, то уже будет возможность реагировать, понять где настоящий, и задизейблить, и убить. Муша, 14 уровень, наметил себе Радианс. Вначале все еще не получил, 15-й, Джабс видит его. Сейчас тут у него станчик, и надо отбегать. Есть урна. Ами, шедлблэйди здесь, прожимается смоук, он сейчас его спалит, спалил смоук, прожиматься даст и будут. Но он решил Джабса просто замучить. Тинкер, допельганг, заивейдил. Ами много урона, ставятся корни, пошла колба. Можно еще и Новый год попробовать скастовать, что и начинает делать нинджи буги, но быстро помрет, потому что чалис сидит прямо на нем. Мон под БКБ, пошел грызть его Ланцер, сбить, нечем просто отрывала. Муша-то можно здесь грызть, без маны остается Муша. Реинкарнацию сделать может и не получить, но здесь классный террорайс, и прикатывает сюда Айсайсайз. И возвращается Тинкер, между прочим, можно пробовать делать что-то на камбэках, врывается ФВай, прыгает на Тинкера. Надо аккуратнее. Имбус хорошо заблочили, Тинкеру нет БКБ, и можно просто на него здесь забирать, он ошибается. Да, без БКБ, наверное, не стоило. Муша кастует ТП, Айсайсайз, отпрыгнул подальше, Амем может через Доппельганг, наверное, нет, там КД еще. Уходит Айсайсайз с Дайгера к себе на хайграунд, но Тинкера не будет 60 секунд. Нужно пользоваться этим моментом, забирать там, я не знаю, Т2, пока отбрасываться нечем просто Минески. Да, вы знаете, вы знаете, это очень, очень такая неприятная ошибка от Тинкера. У него уже все, закончилось БКБ, в Тимфайте ты очень уязвим, Нимбусы, Зевсы, Тускары и так далее. Но он, видимо, подумал и поверил, что, в общем-то, можно будет перевернуть эту драку. Но команда его, к сожалению, так не подумала, и вот в итоге мы видим, что все вот так вот произошло, как произошло. Вот так в итоге все было. Рошанчик. Скелет Асиков атак дэмэдж берет у нас свои скин, сейчас они еще, работяги стали сильнее. Как же они нарезают? Нет, работяги под какой-нибудь, под бестмастером, ты когда-нибудь видел? Нет, это страшно, наверное, что-то. О, божечки, там такая скорость демонтажа, как вы выразились. Мэйби. Двадцатый уровень. Очень все хорошо сейчас у Зевса. Отстает, конечно, чуть от Тинкера, но он дистанционно может дэмэджи много наносить. Тинкеру-то участвовать надо в файте. Чалис. Ой, отпрыгивает Тинкер. Покатился и сай-сай-сай. Ставится Нимбус, приходится нажимать БКБ, чтобы улететь, но... Слушай, Чалису приходится тайм-лапс нажимать. Уйдет ли отсюда и сай-сайс? Он спрятался. Хотя Нимбус нету, 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 нету никаких Нимбусов. Нулифаер все делает ПЛ, возможно... Кстати, ну, между прочим, ПЛ с Нулифаером, если что, может убить Тинкера даже. Потому что, опять же, Тинкер не проживет БКБ просто. Шадоублейдом подбегаем, нажимаем Нулифаер, начинаем бить. Если кто-то отит лазер, нажимаем вторую магию. Все, он наш. Он готов. Отжарен, что называется. Приготовлен. Айс-айс-айс. Нимбус. Ой, как много урона заходит в Айс-айс-айс. Он пытается поломать Нимбус, но он погибает здесь. Еще на 50 секунд в таверну. Пошли Дикеи. Погоня за Джабсом. Его там, кстати, уже могли встретить или нет. Вот Чалес как-то поменял траекторию движения. Покупает себе Блэкинг Барон. Уже к нему прилетел. 30-я минута. Ну, собрали баунтируны. Это тоже хорошо. Книжечка для зомби. Джабс. Зомби, кстати, с левелом тоже становится невероятно сильнее. Он уже 13-й уровень. На 15-м из него будет вываливаться Томп Стоунг. Он будет погибать, что есть очень сильно. И зомби, вот что-что, но 25-го уровня зомби, это вообще какая-то... А с Аганимом, Андрей? Да. Ну, Аганим-то еще ладно, но тем не менее. Просто требуется на 6 атак по Томпе, чтобы убить ее. Плюс, когда он умирает, вываливается одна. Плюс у него есть перерождение, которое тоже, соответственно, создает Томп. Но в итоге создает 3 Томбы, которые крайне сложно убить. Зацепили у нас ФА, успел спрятаться в Сноубол, выигрывает сейчас немного времени, но уйти, наверное, отсюда не выйдет. Шарды, может быть, какие-то? Нет. Ничего не выйдет, он получает стан и погибает. В это время расправились еще и зомби. Чарлис, а куда? Почему так далеко? Джабс, много урона. Неплохо, конечно, сыграно. Таймлапсы бежать, просветка, может, какая-то будет? Не будет, не ему ставится, Мун. Придется нажимать БКБ и кастовать отсюда ТП. Явно дэмэджа не хватает у Ира. Ну и сбить пока нечем эти ТПауты под Блокинг Баром. Ну да. Ну, на самом деле, есть подозрение, что Минески не особо-то играют в этой игре, они просто защищаются. Потому что как побеждать, опять же, тем же в Рейс Кингом Фантом Лансера, непонятно. Вместе с Девсом еще. А Тинкер накупил себе кучу артефактов, чтобы как-то отбиваться и держать в узде Фантом Лансера и жить самому. Но это не приводит к победе в конечном итоге. Поэтому, опять же, как-то, честно говоря, маловато энтузиазма к этой игре. Потому что, мне кажется, это просто вопрос времени, когда выигрывает LGD. И эта команда, как видите, особо-то не, как бы это сказать, во-первых, никто не торопится. И в макроигре все очень постепенно приводит к логическому завершению. Да, 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 спасибо большое. Да нет, за что, Андрей, вы же здесь для того, чтобы дополнять друг друга. Так что, да, спасибо. Спасибо, что ты есть. Кто-то мне такие слова говорит. Так, ну что, Ами допиливает Т2. 50 секунд до Егиса осталось. И, кстати говоря, скоро у него появится Нулифайер. Уже достаточно денег, чтобы, в принципе, соло ходить за кровотинкер, чтобы ничего не бояться ломать товара. А, кстати, еще обратим внимание, что у нас у Вивера. У Вивера планируется тоже Линкенсфера. Не хочет он рашить никаких аганимов. Будет он самостоятельным жуком, взрослым самостоятельным жуком, и все у него будет хорошо. Кстати, Акторит появился уже у Сомнуса. Ну, в общем, я не представляю, как можно выиграть у LGD, как вот можно выиграть у этого пика. Просто не представляю. Все настолько мощно, все настолько продумано и сильно, что даже вот эта вот пятая позиция, у которой не так много денег, она тоже будет крайне полезна. Убежал на жабс. Там, кстати, на топе драка. Это Чалис загрыз саппорта. Не работает Айсайсайс по Виверу в Блэкингбаре. Армора уже не остается совсем. Но Чалис не стал рисковать. Говорит, зачем мне оно надо? Я фраг сделал. Конечно, потерял еще одну секунду БКБ. Собирает он Линкенсферу. Хорошо смотрится здесь. Опять же, колба контроль по нему. Стан Рейскинга. Это все. Очень сильно по таймингу опаздывает Тинкер со своим хексом. Во-первых, конечно же, это связано с БКБ, с Аганимом и так далее. Но без него, соответственно, без этих артефактов он бы и не жил. Так что его тоже можно здесь понять. Спиливает еще одну вышку. Кстати, последний внешний тавер. Мун. Могут сейчас... А, он, по-моему, ничего не успеет нажать. Да, он погибает. 85 секунд. Пойдут разводить его на байбек определенно. Потому что заставить Тинкера выкупиться, убить его еще раз. Считай, победа. Не очень понятно, что он сейчас сделал. Но вот он, да, байбекается, соответственно. И можно отходить. Можно дальше фармить. Можно фармить в этой игре сколько угодно. Можно сделать из Виверна. Потому что для меня смотри, Ами врывается вперед. Нули фаер. Нули фаер. Но опять, к сожалению, не получается так ли Тинкером. Тем не менее, Новый год оценки. Достаточно неплохой. Ами продолжает убегать. КП еще в зоне ищи Нимбу. Сами сейчас может и погибнуть. Он погибает здесь. 90 секунд без байбека. Убили Миреску. Чалис вгрызается. Возможно, убьет здесь Муши. Но Муши встанет в реинкарнации. Потому что мана у него была. Стоит Тамба. Спаунивается здесь у нас всяческие зомби. Муши. Закинул стан. Пытается уйти. Чалис таймлапс. И бежать, наверное. Да, придется убегать отсюда. Да, живой еще Тинкер. Так что... Ой, Чалиса тоже забирают. Ой, Экснова тоже далеко зашел. Шарды пошли. Не наносят дэмэджа по ИССС. Он был в Юле. Запрыгнул к себе на хайграунд. Экснова пока живет. Запрыгивает сюда FY. Разобрались с Crystal Maiden. Но этого мало будет. Миреска. Так, ну смотри, еще размен. Не, не та цель, по-моему. Да, Миреска разменивается еще у нас на Undying. Ну, в общем-то, зря, конечно. Я не уверен, что в Доте 2 самое лучшее решение закончить игру это лезть под вражеский фонтан. Вот реально не уверен. Долго очень играю в нее. Много анализирую этот момент. Часто вижу, что так происходит. И вот кажется, что все-таки это не совсем лучшее решение. Верхняя. Нимбус. Верхняя. Ну, так не честно. Что это? Что это? Он без байбека. Его не будет 100 секунд. Сейчас появляются через 30 все игроки LGD и можно идти заканчивать эту игру. Это просто Соляра сейчас была. Соляра была. Соляра от Зевса. Красиво, качественно. Уверена, безопасно. Что самое главное. Нет, молодец. Сомнас, молодец. Не зря в свои годы купили его на 3 или 4 или 5 лет в LGD на какую-то бешеную зарплату. По-прежнему он блестяще отыгрывает. Да, 20 тысяч преимущество. 37-ая минута. Нужно просто идти. Идти на хайграун. Знаю, что там нет тинкера. Это основной демидж дилер на данный момент. Да и все есть для того, чтобы закончить, как мне кажется. Да. По-ботому. Ice Ice Ice. Показался. Можно дать пичку. Да. Empire. Пытается замучить его. Нимус может поставить. Ну, вот можно было сейчас поставить сюда Нимус. Ю. А я думаю еще... Хотя нет, смотри, Нимус нет. Есть 4 секунды до ульта. Но здесь будет ли ультовать Сомнас или подозревать то, что уже уехал Ice Ice Ice. Ну и в принципе... Там на центре идет давление сейчас сильное. Чалис. 21 уровень. Линку еще не добрал. Ну, не получается. Только выформить. Лансер здесь нужен. Все-таки он Стараскин. Он должен заходить на хайграунд. Танковывать. Подходит Джабс. Пошли руты. Можно нажать таймлапс. Он все-таки 21 уровень. А он не пригодится всему. Ой, ее зацепили ЦМку. Минус Crystal Maiden. 50 секунд ее тоже не будет. Ну и все. Пошел фокус под Т3. Джабс пытается что-то сделать там. Терра Райс. Это, конечно, здорово. Рейс Кинг находится на топе. Пустил работяк. Они там пытаются задемонтажить Т3. Кстати, у них, возможно, даже получится. Нет. Зевс на страже. Минус одна сторона. Ну и да, вот тот самый фраг от Мэйби, который приносит бенефиты сразу же. Ничего, что я бенефиты сказал? Да ничего, Андрей. Ты вправе выражаться как хочешь. Хорошо, спасибо. Бенефиты так... Бенефиты как бы. Тинкер. Да, Хекс он планирует, но когда этот Хекс появится, не ясно. Фармить сейчас будет на карте очень трудно. Его готовы цеплять везде. Так, Чалес. Зацепил Айс Айс Айс. Много урона. Тот запрыгнул на хайграунд, но по нему имеется вижн. Поднял себя. Ставится Нимбус. Он выпрыгнул. Но на нем по-прежнему жук. Его видно. Но он этого не боится. И Шрайн с ДД бегает. Айс Айс Айс. Таймлапс. Тирайс потрачен. БКБ нажимает. Нинджи Буги не должен отсюда уходить. Вот он Нимбус. Погибает еще и Пангольер. Мун с даггера отпрыгивает подальше. Там Рошанчик есть. Его и фармят сейчас. ЛГД. Ну, доживают в последнее время Минэски. Уже нет одной стороны. Там у нас на топе. Не зацепят? Нет, не зацепят. Да, падает Рошан. Есть Айгис. Есть Рок. Фантом Лансера теперь надо убивать два раза. Пока, по-моему, не способны и один сделать. Да, и с первым разом-то проблемки были определенные. У него еще, кстати, появился сейчас... Сдвоенный Хиперстоун. Не знаю, я на вот эти новых... Муншард. Муншард. Да, Муншард. Это он. Планируете Хекс. Дарк Виллоу. Так, достойно уважения. Киджи Мансер Джапса. Пошел Террорайз. Выгоняет отсюда. Попытается еще и размять Фай. Так, пошел, пошел. Дэмэдж Фай здесь. Ой, какой Йоу хороший. Тинкер и Тинкер. Кажется, сейчас отдается Байбэка. По-моему, у него... А, нет. Смотри, есть БКБ еще. БКБ. Но Фай здесь должен погибнуть. Запрал, уходит с даггера. Неужто еще и чалюс сюда присоединяется. Пошли жуки. Ну, лучше отпрыгнуть. Отпрыгнул прямо на Фай. Лучше не преследовать. Ай, да и Фай. Да, это он. Ай-оу. Какой он же... Какой мужчина. Боже мой. По всей песне. Мун. Есть Юл. Мэйби успевает сюда. Ставится Нимбус. И погибает очередной раз Мун. Опять 90 секунд. И можно идти по топам. Попытаться спилить вторую сторону. Лучше эти типсы. Где типсы? Где благодарность? Не понятно. Ну, возможно, люди уже отучились от этого. Ну и слава богу. Потому что это было... Это было, откровенно говоря, слишком. Без маны? Ну, реинкарнация... Э-э-э... Я играю против Фантом Лансера и Вивера. Я не беру талант на реинкарнацию. Ну, возможно, это было, в принципе, продумано. Он же знал, на какой риск идет, потому что, опять же... Это ГГ и все. Да, конечно, это ГГ. После того, как пишет ГГ, сломает строну, я думаю. Я не увидел надпись. Да, было. Вот. Почему талант этот он не взял? Потому что уже и так понятно, что, в принципе, в бою, в открытом, вряд ли получится это сделать. А вот сплит пушить еще есть какие-то шансы. Поэтому не судите строго. Муша взял микроскелетончиков, работяг. И взял до этого дэмэджем, чтобы просто-напросто была возможность засплит пушить. С этим выбором таланта я согласен. Хотя со стороны он кажется достаточно... Абсурдным. Да. Да. Так и есть. Что ж, LGD забирают первую карту, выходят вперед в этом противостоянии. Ну, тут как-то, знаешь, на уровне обыграли. Вот просто... Да, да, да. Лучше по макро знали. Лучше по макро знали.